Всем привет, друзья мои дорогие! С вами, как всегда, Витальсон. И сегодня мы будем с вами по чуть-чуть выпивать. Но не просто, как всегда, выпивать, а проводить дегустацию. А дегустация у нас заключается в чем? Вот такая у меня бутылочка. Вот она. О, классный бутылец. Здесь литр 750, если под завязку налить. Это у меня персиковый был дистиллят, который я сделал с персиками и с декстрозой. И что я сделал? В этот персиковый дистиллят я добавил натуральный экстракт ром, кровь Нельсона. Коллекция настоек. Контора такая. Вот она, да? Он у меня постоял. Тут вот, получается, написано. Состав. Меласа, набор вытяжек из вишни, щепы вишни. Способ приготовления. Влить экстракт в полтора литра сахарного дистиллята 40%. Рекомендуем добавить 5 грамм декстроза. Рекомендуемый отдых напитка в стекле 14 дней. 50 миллилитров объема бутылец. Ну, сахарного дистиллята у меня не было. У меня был персиковый дистиллят. Я в него добавил. И сейчас хочу попробовать. Здесь вот у меня еще огромная куча разных коньяки, ромы, виски. Вон тут гора всего. Гора всего, ребята. Кстати, оставлю ссылочку в описании на этот магазин. Если кто захочет чего заказать, указывайте обязательно в примечаниях промокод Витальсон. При заказе вообще говорите, пишите. Если пишите, то указывайте в примечаниях. Если по звонку, то говорите, что промокод Витальсон пришел от Витальсона. И вам будет 10% скидка, ребят. 10% скидка. Так, закусывать сегодня будем сардиной атлантической, натуральной, в собственном соку. Так. Упачки. Упачки. В общем, вот эта огромная канитель. Еще меня заинтересовала, друзья мои. Мухоморовка. Интересно даже, что за мухоморовка, блин. Состав. Шляпка мухоморыща, подубаща, поплодовых деревьев, тростниковый сахар. Рекомендации по применению. Пакет высыпать в 3 литра дистиллята, 40-50 крепости. Настаивать о 5 дней отдых в стекле, 14 дней. А фасовка 50 грамм мухоморовка. Блин, надо попробовать, прям заинтересовало меня. Ну что ж, давайте. Нифига себе, я тут закрыл. Попробуем. Так. Ну цвет я уже вижу прекрасный. Замечательный. Так, смотрим цвет. Смотрите, красота какая. Цвет просто великолепный. Запах. Так даже и не могу, вот честно, не могу сказать, чем именно пахнет. Запах слащавый, такой, сладенький. Но чтобы вот это вишневый, кровь Нельсона получается вишневый. Вот она, вишенка. Но чтобы конкретно пахло именно прям вишней, нет, я такого не могу сказать. Пахнет сладостью. Ну плюс к тому, что еще и дистиллят персиковый. Ну запах очень приятный. Запах приятный. Но вишневого я как-то особо ничего не чувствую. Возможно где-то отдаленные такие нотки вишни. Но ярко выраженного вишневого запаха нет. Ну запах очень приятный. Сладенький, очень приятный запах. Конечно, сейчас вы мне опять скажете. Витальсон, ну елки-палки. Ром. Там дистиллят этот. Фруктовый, сладкий. А ты сконсировай. Ну да. Вот домашних яиц нету, друзья мои. Беда, грусть, печаль. Куры, сволочь, проклятые. Нести яйца не хотят Витальсону. Гады, блин. Елки-палки, что делать, не знаю. Печально, печально это все. Ну что ж, давайте, друзья мои. Два пальца вверх. Быть добру, плю за вас. Опа, стукнемся. А в камеру. Давайте, друзья мои, с вами. Пробуем. Так, послевкусие. Послевкусие такое интересное достаточно. Ну что вот именно вишня? Нет, сказать не могу, что конкретно вишня. Такой какой-то букет непонятный. Но очень приятный. Очень приятный букет. Такой плотный, насыщенный вкус. Послевкусие интересное. Но вроде как вишней не отдает особо. Так, консервочку. Вкусненько. Ммм, забыл, что хотел сделать. А хотел я сделать батончик майонезом. Намазать. Я так люблю. Опа. Опа. Опачки. О, вот так вот прикольно. Батончик майонезом намазали. И консервочки. Ммм. Как вкусно. Прекрасно. А еще такую сардинку я взял. Вот она. С добавлением масла. Но это в следующий раз попробую. О, пошла. Пошла, родимая. Вот она. Вот здесь вот. Покатилась. Покатилась, моя хорошая. Вкуснятина. В гараже у меня, ребята, образовалась куча дел. Да. Вот. Привез я... Привез я с загорьком нам стул. Кресло, вернее. Не стул, а кресло. Такое кожаное. Офисное. В гараж. Привез от кухни. В общем, мойка. Она такая большая, длинная. Внизу там шкафчики. Все туда. Тут столешница. Вот. Под мойку столешницы вырезано. Но это я заделаю все. В общем, сделаю как столик. Такой. В общем, надо идти в гараж, делать дела. А что-то на улице как-то прохладненько. Долго в гараже сидеть? Ну, можно одеть там. Одеться потеплее. Ну, дела надо делать. А что там, раскидал посреди гаража все. Завтра вот поеду к дедуле сгоняю. Давно не был. А потом надо уже и в горы сходить. Ммм, вот. Красота. Очень вкусно. Кстати, на днях будет розыгрыш шестого люксталя. После шестого люксталя, после розыгрыша устроим розыгрыш вот этих вот всяких пакетиков настоечек. И потом еще у меня будет для вас сюрприз. Сделаем перегон на одном интересном аппарате. И совершенно на халяву будем его разыгрывать. Вообще на халяву. Такую интригу посею небольшую. Вот в собственном соку вкусно. Но мне кажется, вот как по мне, консерва с добавлением масла еще вкуснее. Что-то дома сегодня как-то попрохладнело, что ли. Прям батарейки. Так, да и у нас майонез. Батарейки, что, как-то меньше топить стали. Заразы. Я такие... Так... Майонезику. Ладно, сейчас вот это доем кусочек. Вот. Повторим. А консерву надо доедать. Чтоб она у холодильника не стояла, не воняла. Так, повторим. Бутылец, кстати, покупал в магазине. Что-то рублей 180 стоит. Ну, естественно, пустой. Вот. Ну, прикольно. Такая бутылочка мне прям понравилась. Такая вот интересная. Здесь вот такие выемки сделаны. Вот, чтобы брать было удобно. Вот. Классная. Потом... А, купил маркер такой потоньше, чтобы на бутылках писать. Ну, что там? Что здесь? А то бутылок там понаставишь, а потом и не поймешь, там, что где налито. Так. Ну, давайте. Вот, кстати. Вот второй раз налил в стакан, а в стакане остаточное это осталось, да? Запахи. Прямо как из бочки. Из дубовой пахнет. Прекрасно. О! Хорошо, друзья мои. Хорошо. Это, скажем так, быстрый такой вариант для ленивых. Или... Ну, как сказать, для ленивых, не для ленивых. Или вот... Ну, в бочке там вы за две недели ничего хорошего не получите. Да, это раз-раз быстренько что-нибудь там, чик-чик-чик. Замутили. Сделали там к праздничку. Кстати, тут Новый год на носу, ё-моё. Надо хоть чего-нибудь сделать. А получается как? Сапожник без сапог, блин. Ну, раз что-то глянешь, и выпить нечего. То этот эксперимент, то этот эксперимент, то обратно все в перегон там зафигачил, ёлки-палки, что-то туда-сюда, как-то круговерть идет. Глянешь, ё-моё. А никаких настоек-то путевых и нету. То белая стоит, разбавленная, то спирт стоит, ну, обычный ректификат. О, машинка тут. Вот. А чё-нибудь бахнуть такого вкусненького? Ёлки-палки, нет ничего. Вот дела. Ну, правильно есть поговорка. Сапожник без сапог. Давайте, друзья мои, быть добрым. За вас. И вот что еще сейчас про крепость хочу сказать. Вот это дистиллят у меня крепостью 45. Может быть, 47. И вот, когда пьешь, ну, естественно, в горлышке чувствуешь. Крепость ощущается. Не то, что горло дерет, а ощущается крепость. Вот тут на вкус и цвет. Все фломастеры разные. Но я вот люблю выпить, допустим, чтобы ощутить крепость продукта. И, ну, раз сделаешь, допустим, 40 ровно, да, умягчишь фруктозкой, сделаешь какую-то настойку. Бах! Она до того мягка, что не понимаешь, что ты выпил. То ли ты выпил алкоголь, то ли ты выпил безалкогольный какой-то напиток. Ну, не ощущается в горле крепости. И вот это мне не нравится. Я люблю, чтобы я в горле крепость ощущал. Не то, что чтобы самогон был жесткий, нет, а именно вот приятную вот эту вот крепость. Тут у нас зашел как-то разговор не так давно с ребятами про самогон, про водку, ну, на ютубе что-то там видос поставили, как через рыгал делают. Рыгал. Именно рыгал. Вот тут оказывается мнения-то разделились. Получается, мне парень говорит, ёлки-палки, вот новейшие там у вас всякое оборудование, новейшие самогонные аппараты, колонны хренонны, стоят бешеных бабок, там, всё такое прочее. И вы свой продукт называете самогон. Я, говорит, пробовал твой, пробовал там ещё, ещё, ещё. Мне, друзья, мы не самогон, вы гоните водку. А я, люблю самогон. Даже, сахарный, чтобы в нём был запашок и привкус именно самогона. Именно вот этих, именно вот этой севухи. Не то, что там дикая вонь, да, а чтобы именно я понимал, что я пью самогон. А так, говорит, когда я выпил там водки, блин, вот это, говорит, я не люблю. А другой, говорит, блин, а меня от запаха самогона вот этого севушного вообще воротит. мне надо, чтобы там очистка была, чтобы всё, чтобы там вот он, вот этот самогон, вот этот, персиковый. Здесь хвостов немеряное количество, немеряное, но персики, фруктозы и всё, сахара никакого. И дрожжи были винные. Даже намёка нет на самогонный запах. Хотя здесь хвостов огромное количество. Но даже вот в белом виде бах, стаканчик. Прям персики. Вот эта вещь, я понимаю, эта вещь. А сахарная когда, ну там да, если сделать с хвостами, это будет уже пшшшш. А некоторые люди хотят такого. А знаю кстати одного парня, который поставил это дело на поток и занимается продажей. Так он что делает Вот привыкли все К нему и синяки конкретные там ходят Вот привыкли, что синяки Что у него самогон Именно самогон А синяки тоже пошли такие Не, паленку не хочу, самогончика хочу Он что делает Блин, нет, самогона Закончился что-то там трындец Он покупает Паленого спирта Ну который в принципе везде у всех продается Разбодяживает там как положено Там до сорока его А у самого хвостики От самогона стоят и хвостик Чтоб самогонный дух был И продает ее как будто это самогон Вот так вот Ребятушки Ммм Тут на день Во, вообще банку зацерепал Тут какая-то банка интересная Кверх ногами Хрен прочитаешь Кто производитель Фишхаус Фирма Фишхаус Так что вкусы Оказывается у всех разные Мне тоже некоторые люди пишут комментарии А как вот купил там я самогонный аппарат Там Такой-то, такой-то Колонну там Влупил там 35 тысяч А что-то гоню на нем водку А водку не хочу Как самогон-то получить Чтоб запах самогона был Ммм Так что, друзья мои Вот такое бывает Что Ностальгия по юношеским временам У людей А, опять сожрал батон Сейчас еще майонез Бахнем Чутка О, как раз Да, есть надо рябу Ряба Любим мы майонез Ряба Давайте, друзья мои Реклама Витальсон рекламирует майонез Ряба А, следующий у меня Майонез В холодильнике Это Слобода Нет Мы с супругой Вот Любим больше рябу Провансаль Чтоб был Не Оливковый А именно Вот Ряба Майонез Вот Провансаль А что-то пошел В магазин А рябы не было Была Слобода Вот она Тоже Провансаль Но Слобода Ну Вроде тоже Ничего Пойдет Ну Мне кажется Ряба Вкуснее Ряба Нам больше нравится Да Что Рыбы Воняет Вот Супруг Моя Говорит Рыбы Воняет Консервами Твоими Просто Кошмар Вкусно Вкусно Пахнет Рыбы Вкусно Пахнет Я еще 5 банок Открою По всему дому Расставлю Прям под кровать Поставлю Под диван Какой запах Какой запах Когда сам ешь Нормально Ну когда кто-то ест Конечно духан Вот этими Консервами Рыбы Особенно Если кто Рыбу Не особо Так уважает Духан Ядреный Базара Нет Я всегда Вот консервов Нажрусь Духан Стоит В Хате Духан Мооо Не А мне нравится Так вот Ну раз Консервочка На перекус Вот чисто Чисто На перекус Вообще Идеально Идет А еще Кстати Люблю Кашу Вот есть Каша Гречевая Перловая В банках Да Со свининой Там Я больше конечно Люблю Перловую Вообще Уважаю Но тут Каша Каша Рознь Есть каша Там дешевая По 20 Там рублей По 30 Ее когда жрать Не станешь Потому что Ну я не знаю Там может Перловка Но Перловка Да А какой-то Там Тушенки Свинины Там В помине Нету А есть Подороже Там Рублей По 80 Ой Вкусно Ребята Я обожаю Просто Обожаю Кстати Надо Следующую Дегустацию Провести С такой Кашей Точно Ее на сковородочке Разогреешь Холодную Не Холодную Не пойдет На сковородочке Разогреешь О О Просто Нету Слов Одни Эмоции Так Кстати Вот этого Самогончика Завтра Поеду К дедуле Налить Надо Пузыречек С дедулей Бахнуть По чутка А то давно Я у него Не был А что Работа Хрену Видосы Снимать Это тоже Дел О Сколько Так Ну давайте Ребята Еще По одному Быть добру Дорогие Мои Друзья Давайте С вами О За вас Друзья Вещь Красота Очень вкусно Просто Тащунчики Просто Тащунчики Друзья Мои Тащунчики 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 Ува Ува Что там Мне Так Красота красота но то слупил а сколько жанта масса рыбы не менее 161 грамм масса нет а 230 грамм еду тут жрать то было нечего ехар на давай вообще на чем я говорю но на перекус лишал что-то мне так хорошо мощи ништяк в томате я люблю давно кстати люди не видел толстолобик в томатном соусе бля ребята вкусная вещь увидите купите и съешьте его очень вкусная вещь толстолобик в томатном соусе обалденная штука вообще чума два пальца вверх чики-пуги что-то я тут все съел вот раньше бы эту баночку консервную помыл и отнес бы в сарай для болтиков винтиков сейчас выкину так все ребята друзья мои дорогие любимые мои подписчики я короче закругляюсь на не забывайте повторю еще раз пожалуйста если будете что-то заказывать в этом магазине коллекция настоев обязательно говорите пишите что вы от витальсона чтобы получить десятипроцентную скидку но потому что это нормально если там и заказали на три косаря получить 300 рублей на скидос ну я считаю норма все ребята хорошо мне вообще ништяк пойду я до новых встреч с вами был витальцов два пальца вверх быть добру быть добру